друзья всем привет миллион обзоров есть на ютюбе на различных социальных сетях различных социальных сетях но очень мало обзоров когда делает обзор человек который в принципе не блогер это я я велосипедист и от велосипедистов очень мало обзоров автодомов данный автодом прицеп капля многие наверное слышали про них видели их где-то в интернете но велосипедистов очень мало информации про такие дела про такие дома все-таки давайте посмотрим что это за прицеп почему я выделяю обзорщика как велосипедиста Потому что действительно в России на просторах интернета практически не найти велосипедистов, которые имеют такие вот кемперы и что-то могут про них рассказать. А велосипедисты, по крайней мере на Урале, это одни из заядлых путешественников, так как принимая участие в гонках по Уральскому федеральному округу, приходится выезжать практически каждые выходные с мая по сентябрь. Календарь гонок большой, а расстояние до места старта бывает и в тысячу километрах. Как вы понимаете, неплохо было бы иметь хорошие условия жизни в таких путешественниках. Занимаясь велоспортом, гонками по пересеченной местности, дисциплина кросс-кантри, 80% подобных мероприятий проводятся в лесопарковой и горной местности, в разную погоду, в дождь, иногда и в снег. Температурные режимы бывают и отрицательными. Это Урал, тут погода может быть разной и нужно всегда быть готовыми ко всему. За 6 лет участия в гонках палатка стала домом, так как приезжаешь на старт за ночь и, приготовив уже ночью себе ужин, ложишься в нее спать. Лесные жители, птицы, хоть это и забавно, не очень гостеприимны и точно не ведут себя тихо. А утром под рассвет скворцы всегда начинают петь свои песни и точно перед стартом выспаться трудно. А это может повлиять на финишный результат. На просторах интернета я узнал, что существует целый завод на Урале, в городе Каменск-Уральский, Свердловской области, где занимаются постройки караванов или по-другому еще прицепт дач. У ребят огромная строительная площадка, где вручную собираются такие караваны, имея разные модификации и комплектации. Сам я давно наблюдаю за западным движением, такого вот рода отдыха или даже стиля жизни, а с недавних пор очень широко начало распространяться и по России. Вот мы приехали на место, находимся мы под городом Каменск-Уральский, в принципе, где мы взяли этот прицеп. Сейчас приехали в кемпинг. Кемпинг так называемый. Это поляна. Поляна называется «Зеленая карета». Здесь проходят всякие фестивали, турслеты и так далее. Мы сегодня здесь попытаемся разместиться, разложить наш прекрасный караван. В социальной сети я познакомился с производителем, рассказав им, что есть у меня мечта иметь свой дом на колесах и есть желание протестировать ваш. Ребята согласились дать на тест одну из самых богатых комплектаций – полностью автономный кемпер. В первую очередь это легкий прицеп, которого можно таскать любым автомобилем. Клиренсы с весой позволяют съезжать со свательного покрытия и забираться далеко в лес, без сложностей. Старшие братья нашего кемпера достигают больших европейских размеров и весов в тонну, а может даже и больше. Но я не готов таскать своим автомобилем такой вагон, и наш прицеп идеально подходит под мои требования. Данный прицеп снялся только с консервации. Он никуда не ездил целую зиму. Сейчас пришло лето, и его начинаем мы опять тестировать, продолжать, так сказать, его, тестировать его жизнь. Что мы здесь видим? Конечно же, в первую очередь это немного пыли, так как прицеп простоял всю зиму в консервации. И мы, конечно, сейчас ее уберем. Хочу повториться. Наш дом полностью автономен и имеет все для комфортной жизни. Варочная панель с мойкой, отопитель салона на дизельном топливе, телевизор, магнитола, солнечная батарея для электроподзарядки, аккумуляторной батареи. И инвертор, который преобразует 12 вольт в 220. По прибытию на место стоянки, мы с большим удовольствием начали тестировать все возможности каравана. Я был просто счастлив. 70 литров воды в запасе, хватало, чтобы приготовить еду и умыться. Моя семья и товарищ прям кайфовали от нашего кемпера, пользуясь максимально его услугами. Субтитры сделал DimaTorzok На нашем доме, на крыше установлена маркиза. Это такой тент с прицепляющимися к нему стенами, которые в ненастную погоду прикроют своим крылом, что нам в принципе и нужно было, так как ночью был ветер и пошел небольшой дождь. Это, конечно же, нас не испугало, и мы продолжили вечерние посиделки. Пришло время для сонного теста. Ну все, всем спокойной ночи. Переночевав нашу первую ночь, мы поняли, что совсем не хотим возвращать наш полюбившийся караван к его хозяевам. Мы все были влюблены в него, но не падая духом, знали, что это еще не конец, и у нас есть еще целые сутки для расставания. Наше путешествие продолжается. Первый день закончился, стояли мы его под Каменск-Уральском, сейчас отправляемся в поселок Талатуй, рядом с городом Новоуральск. Покидая наш пункт в дислокации, мы остановились в местном заброшенном колхозе и немного там погуляли, так как моей дочке Варваре захотелось посмотреть, что внутри брошенных зданий. По пути мы встретились с друзьями из Челябинска и отправились на озеро под городом Новоуральск, Свердловская область. Но из-за пандемии все базы, оккупировавшие берега озера Талатуй, закрыли свои ворота на карантин. Но мы не стали долго горевать и отправились на поляну старта завтрашнего веломарфона под городом Среднеуральск, лесопарк и сеть. Очень удобно, когда двигаешься по трассе, можно спокойно остановиться, тем более в условиях пандемии, которые сейчас происходят, не заходить никуда в кафе и так далее. Можно остановиться просто на какой-то бесплатной парковке и поставить себе кофе. Монить водичку, попиварочку и делать себе кофе. По прибытию на стартовую поляну, участники-гости завтрашнего мероприятия были в шикарном восторге от нашего дома. И, пользуясь нашим радушием, старались не уходить от нас далеко, а мы только этому были и рады. Мы отстаем от Запада таким видом путешествий на десятки лет. Нет, автодома в Европе на спортивных любительских стартах давно уже не удивление. Но радует, что и в России люди, у кого есть желание вести такой образ жизни, с каждым годом все больше. И есть производители, такие как Кемпер Урал в Каменск-Уральском, которые дают возможность наслаждаться путешествием по-новому. А мы стартовали наш супермарафон и были в восторге от этих двух увлекательных дней. Два, один, старт. Все, поехали, поехали, поехали. Ребята, удачи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»